Чистые проспекты, ухоженные газоны, ровные выкрашенные бордюры. Наш город часто называют не иначе, как жемчужина Поволжья. Однако, стоит свернуть с главной улицы, и взгляду может открыться совсем другая картина. Расследование, откуда мусор провела Ольга Пырочкина. Бумажки, окурки, пакеты и даже пластиковые бутылки. Вот такой райский уголок расположился практически в центре нашего города. Улица Кооперативная пересекает улицу Карла Маркса. Конечно, гуляющим по центру все эти красоты незаметны, чего не скажешь о жителях окрестных домов. Они шутят, что Кооперативную давно пора переименовать в помойную. Единственное время, когда мусора не бывает, а вернее не бывает видно – это зима. Гора эта мусора растет, видимо, все время. То есть она не исчезает, я так думаю, вообще никогда. Просто она временно скрывается под снегом зимой. И как только снег растаивает, тут гора гораздо больше уже. Просто все усеяно. Ну, после схода снега, видимо, убирают как-то один раз. А потом она периодически просто все время. Даже сложно вспомнить, были ли какие-то моменты, когда вот этого ничего не было. Кстати, разрастается местная мини-свалка не только в горизонтальном направлении, но и в вертикальном. Так, под окнами дома номер 6 растут настоящие чудо-деревья, как в стихотворении Корнея Чуковского. Не листочки на нем, не цветочки, а чулки да башмаки. На момент съемки мы обнаружили там даже подушку. Тут гораздо красочнее. На деревьях эти вещи, на ветках. То есть вот так вот вспоминаю, даже вот это вот было. На деревьях, судя по всему, то, что не долетело до земли. Исходя из этого, можно сделать вывод. Мусор бросают вовсе не прохожие. Подтверждает это и характер отходов. Это пакеты из-под кефира, майонеза, молока. Гуляю каждый день, каждый день боюсь, что кто-то вывалит мне на голову что-то. Самое главное, что когда в основном ходит утром, вечером народ, я не видела, что кидали. Это, вероятно, кидают вечером. В том, что мусор летит не в мусорный контейнер, а в окно, виновата, вероятно, не только воспитание. Ближайшие баки расположены через проезжую часть с оживленным движением. Что ж, как мусор на этой улице оказывается, более или менее понятно. А теперь попытаемся разобраться, как мусор должен исчезать. Жители заявляют, они не раз обращались в управляющую компанию. Обращались уже несколько раз. Требовали, чтобы у нас уборщицу или дворника нам дали. Это самое, ну, как говорится, воз и ныне там. Вот около того подъезда уже сама вот убираю. Поэтому там нет мусора с той стороны, потому что окна у меня на ту сторону выходят. Вот вечером выхожу и убираю, потому что стыдно перед прохожими. Обратились к представителям компании и мы. То, что мусорные баки расположены крайне неудобно, там признают и попробуют перенести. Правда, потребуется согласование санэпидемстанции и экологов. А вот с мусором все не так просто. Директор компании отмечает, жильцы отказались платить за уборку данной территории. Закон оказался на их стороне. В декабре месяце группа домов, собственники многоквартирных домов, обратились в прокуратуру о неправильном начислении квартплаты и уборке муниципальной собственности, территории муниципальной собственности за счет средств собственников многоквартирных домов. Прокуратура, выйдя на место, проверив факт, выявила, что в действительности данные территории находятся в муниципальной собственности. Это, например, уличные территории, подъездные пути к домам. И в декабре же месяце выдала представление об административном правонарушении. По словам директора УК «Центр», чтобы выполнить предписание прокуратуры, компания вышла с письмом в администрацию города и Ленинского района, чтобы территорию передали на баланс города. Однако в администрации Ленинского района другая информация. Официального обращения к нам не было, управляющей компанией «Центр». Было представление прокуратуры Ленинского района по содержанию тротуаров на улице Ленинградская и Дзержинского. Да, эти тротуары будут закреплены за городскими предприятиями. Иными словами, территория ничья и мусор ничей. Единственный выход на данный момент – придерживаться принципа «раз не убирают, лучше не мусорить». Только вот у жителей это получается не очень хорошо. Ольга Пырочкина, Александр Петров, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин